Суду все возрасты покорны, тем более, когда дело касается семейных отношений. Я почему написала взять эту, потому что милиции, мы подавали заявление в милицию, но милиция не среагировала. Там такие самцы сидят, там мой зять. Когда семейный пожар переходит в здание суда, здесь становится по-настоящему жарко. Я, кстати, этого ученика как свидетеля пригласила, пока он приходит, пока он тебе рассказывает, как я тебе извинила. Включат. Успокоились, ответчик? Да. Сегодня в программе. А самое главное, еще и сапли Байба-Чапаевская. Почему это? Я не пойму ребенка. Марина Щеглова всю жизнь посвятила бесполезным поискам мужчины своей мечты. Ради этого она отказалась от единственной дочери, а теперь, оставшись у разбитого корыта, вспомнила о ней. Выход у меня оказался один, а обратиться в суд. Нет, простите, естественно, есть еще один выход, попробовать не пить. Вы не рассматривали такой вариант? Владимир Пальцев в сверхъестественное не верил до тех пор, пока самому не пришлось столкнуться. Теперь он точно знает, параллельный мир существует, и мертвые приходят к нам. Ему осталось только убедить в этом свою маму. Я не знаю, может быть, они и хорошие люди, может быть, и хорошо там. Но у нас, естественно, и я все-таки не бедная женщина. По семейному кодексу бабушки, дедушки и другие родственники имеют право на общение с ребенком, и никто не может их этого права лишить. А что делать, если ребенка усыновляют и навсегда увозят жить в Америку? Оставайтесь с нами. Истец Марина Щеглова требует, чтобы ее единственная дочь выплачивала ей средства на содержание в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Отвечик Лариса Щеглова против иска возражает. У меня сейчас сложилась очень серьезная ситуация. Я очень больна. Мне нужно пройти медицинское обследование. Но, вы знаете, сейчас очень все дорого. Я практически не работаю. Только полторы тысячи стоит, значит, пройти первичный осмотр у врача. Я нахожусь, вот у меня есть документы на второй группе, у меня очень плохо с глазами, глаукома. Мне нужно делать операцию на оба глаза. Я вот в очках абсолютно ничего не вижу, понимаете? Ну, вот так вот я вижу, а вот даже не могу приготовить себе ничего. Потому что я боюсь, что я просто-напросто порежу себе руки. Моя подруга, приятельница, помогла мне. Она мне устроила продавщицей, ну, такой небольшой магазинчик, и я торгую книгами. Но тоже из-за зрения я практически всегда на больничном. То есть копейки получаю. А моя пенсия, вот по инвалидности, вернее, я получаю всего 2400 рублей. И получается, что я обратилась к Ларочке, и, конечно, я не хотела приходить в суд. Я обратилась к Ларочке, говорю, Ларочка, помоги мне, пожалуйста, детка. Потому что мне, ну, необходимо. У меня сейчас такие головные боли, что врачи не знают, что за причина. Мне нужно обследовать полностью, можно сказать, весь организм. Я обратилась. Лара категорически сказала, мама, нет, ни копейки. А я, Ваша честь, вот поймите, я так волнуюсь. Ведь я же ее вырастила. Я родила. Это единственная моя дочь. Я дала ей образование. Я постаралась сделать все для дочери. И дочь мне отказывает просто в элементарной помощи. И поэтому мне пришлось обратиться в суд. Больше я никак. Я не знаю, как еще можно попросить дочь, чтобы она мне выплачивала алименты на содержание. Ведь, тем более, не надо говорить. Во-первых, ее папа исчез неизвестно куда. Я не могу ни связаться с ним, ни обратиться к нему. А Лара, понимаете, почему я еще обратилась к дочери? Она великолепно устроена. Она сейчас вышла за иностранца замуж. Это не твоя заслуга, что ты так устроилась. Она живет, доченька. Я говорю о том, что денег у тебя предостаточно. Ты в части не принимала в том, как она устроилась. Она имеет два гражданства. Она может здесь жить, в Москве, может уехать к супругу. Она летом имеет одну машину, зимой другую машину. То есть летняя, зимняя машина, дача. Теперь муж ей покупает здесь небольшую. Про такую галерейку картины. И она ей теперь владеет. То есть денег у нее, 20 тысяч для нее это просто смешно. Ваша честь, я очень прошу удовлетворить мой иск. Естественно, простите, пожалуйста, можно я вам нескромный вопрос задам? Скажите, пожалуйста, сколько стоит ваш манитюр? Вы знаете, я делаю сама. Я делаю сама. Я уже сколько лет, я никогда не обращаюсь в салоны. Честное слово. Вот Ларочка знает, я все делаю сама. Пожалуйста, отечки, я вас слушаю. Ваша честь, я воспитывалась, все свои 25 лет, я воспитывалась дедушкой с бабушкой. Для меня мои родные родители. Это дедушка и бабушка. Я ее не видела все это время. Я за все 25 лет, я ее видела раз в шесть. Ларочка, как ты можешь говорить? Это то, что меня дедушка привозила в Москву сюда за все это время. Причем заранее я ей оповещаю, что он меня привезет. Я с ней, она даже не приходила ко мне путем. Я ее подачи салю. Лара, я болела. Вот она, мама. Лара, я болела. Я несколько раз лежала в больнице, когда ты приезжала. Блин, извини, все это время болело. Нет, когда ты приезжала. Вот как раз два раза из тех шести я лежала в больнице. И дедушка это прекрасно знал. То, что я жила в это время в Женере, извините, не на другой планете. Можно было позвонить мне, можно было еще что-то. Она не интересовалась не только моим здоровьем. Она не интересовалась даже как дедушка с бабушкой. Лара, зачем ты говоришь? Мы с бабушкой и с дедушкой постоянно общались. Конечно. И они мне, кстати, помогали. Неправда. Да, конечно, когда были нужны деньги, дедушка мне давала. Всю свою жизнь она жила. Да, у нее была квартира, которую, опять же, ей приобрели дедушка с бабушкой. У нее все было. Ей постоянно высылали деньги. Ей дедушка покупал машину. Она жила так, как она хотела. Ларочка, ты забываешь, что квартиру забрал твой папа. Я не знаю, куда он исчез. И квартира осталась... Хорошо, замечательно. У нее вторую квартиру, в которой ты сейчас живешь. Нет, это сейчас я живу уже вот там коммуналка какая-то. Коммуналка. А я продала квартиру, потому что мне надо было на что-то существовать. Я в тот момент не работала. И я получила инвалидность. Для того, чтобы кушать, можно было устроиться на работу, а не квартиру продавать. На какую работу, с моим зрением, Ларочка? На какую работу? Тогда у тебя было такое зрение. Я не вижу, когда отбиваю. Я не вижу, что я отбиваю. Хорошо, замечательно. Когда поставили тебе этот диагноз? Когда-то у тебя его не было, и ты могла работать. Я всегда было плохо видела. Ты всю жизнь занималась только тем, чтобы найти своего идеального мужчину и устроить свою личную жизнь. У тебя пять браков было. Ничего в этом я не вижу такого. Ну да, я молодая женщина. Да, неудачные браки. И что теперь? Я была молода. Ну неудачные браки. Теперь за это надо меня... Что же, вот так вот бросить? Я вышла удачно замуж. Да, хорошо. То, что я всего достигла, это совершенно не ее заслуга. Она меня не повела первого сентября в школу ни разу. За что? За что сейчас я должна... И почему опять же? Ну хорошо, да, я устроилась. У меня есть муж, у которого есть деньги. И что, мой муж должен еще ее содержать? Я сейчас сижу с ребенком. Она ни разу не позвонила и не спросила, как у нее внук. Она даже в принципе, я думаю, не знает... Ларочка, я сейчас занимаюсь своим здоровьем. А его существует... Да, замечательно, своим здоровьем. Опять же, собой. Так было всегда, и это благодарность, Лара. Ответчик, вы заявили свидетельство вашей стороны. Да, я хочу попросить дедушку пригласить. Это мой свидетель. Да, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Ваша честь, я Щеглов Андрей Игоревич. Действительно, здесь присутствует моя дочь и внучка. И мы вынуждены были забрать ребенка, малолетнего ребенка. Ему было всего один годик. Тогда, когда дочь имела все от жизни, и я ей помогал бесконечно. Я не сидел с каким-то журналом или книгой и записывал, сколько я даю. Но по моим скором и подсчетам, более миллиона я ей дал за последние годы. И в то же время, однажды, да не однажды, а постоянно, мне стали звонить соседи, стал звонить друг по посольству из Москвы. И говорит, что случилось? Ребенок постоянно плачет, царапается. Соседи возмущены, хотят вызывать службу опеки, чтобы вообще поднять вопрос о материнстве и лишить мать ребенка. Тогда я сел на самолет немедленно. Я работал в посольстве в одном из государств Европы. И немедленно прилетел. Я бегом пришел к квартире. Ни ключа, ничего, никого нет. Папа, в это время я находилась в больнице. Я попросила свою подругу посидеть с Ларочкой. Меня увезли в больницу. Ну, я не знаю, может быть, она недосмотрела что-то. Я не могу отвечать за ее действия. Я безвыходная была, вас не было. Вы уехали. Марина, Марина, ты очень красиво говоришь. Очень красиво говоришь. Ты поручила подруге, подруга поручила подруге, а подруга поручила... Но я же в больнице находилась, папа. Да, соседи что, меня окружили с возмущением. Говорят, ты была на аборте. Ну, да. Но это тоже, извините, в больнице находилась операция. Соседи говорят, это был пятый раз. Поэтому, ваша честь, я уверен, вы как женщина тоже так же поступили, как поступил я. И любой порядочный человек. Я немедленно вызвал врача. Ребенка обследовали. Я его обмыл, обкупал. Двое, три или трое суток ребенок был один. Без всякой пищи. Питание он находил в овощной корзине. Страшные вещи рассказываете. Он находился два дня всего. И посмотрите, что было у ребенка в желудке. Что у него было? Там обедки, всевозможные зелья, огурцы, рыски, яблок. Вот это ребенок питался, еще зубки у него не крепкие. Поэтому врач сказал, что вы делаете? Ребенок погибнет. И я немедленно ребенка забрал. И после этого отношения не улучшились. Моя дочь, если ее можно так назвать, она абсолютно никогда не интересовала, что с ребенком. Папа, вы, между прочим, сами просили у меня разрешение, чтобы вывезти Лару за границу. Вы просили разрешение. Ну, я пошла на это, да. Это бред сивой кобылы, просите за такое угрожение. Свидетель, свидетель. То есть вы считаете, что истец не вправе претендовать на получение алиментов? Я считаю, что абсолютно нет никакого права. Почему? Потому что она получила все. Она получила образование. Она получила две квартиры, одну из которых исчезла, испарилась. Куда делась квартира? Это детский лепет меня удивляет. Я посмотрел, у меня на счету ничего нет. У меня была приличная сумма. Я работал очень много лет. Я человек в возрасте. Я посмотрел, я все, все, как говорят, по-простому сказать, спустил. Хорошо, свидетель. А вот это предметы, это что у вас лежит? Скажите, пожалуйста. Мы не хотели, чтобы наши отношения порвались с дочерью. Не хотели. Но мы считали, я считаю, моя супруга считала, что единственная дочь у нас сейчас есть. Была единственная дочь. А теперь другая дочь. Это внучка. Мало того, она с самого детства меня называет папа, а мою супругу называет мама. А что это за подарки? Чтобы не порвались отношения, я несколько раз приезжал с внучкой, с Ларой и женой в Москву. Для того, чтобы как-то установить контакты, чтобы ребенок не терял свою маму. А чтобы мама не отрывалась, не потеряла чувство материнства к своему ребенку. И перед тем, как поехать, я тут же говорил ей, своей дочери, бывшей, я так могу сказать, извините. Я говорю, я сейчас же, перечисляя большую сумму денег, встреть достойно своего ребенка. Сделай ей так, чтобы она восхищалась тобой как матерью. И может сказала, папа, я пойду к своей маме. Она появлялась на час. И она мне звонила. Папа, я купил такие вещи потрясающие. Ребенок будет шокирован. Да и ты, папа, наверное, удивишься, когда увидишь. И вот, это то, что обычно порядочные люди выставляют у подъездов. Я даже начинаю думать, что они не куплены, а подобраны около мусорного ящика. Зачем вы такое говорите? Во-первых, папа, те деньги, которые вы высылали, вы уехали. Я осталась без средств к существованию. Просто, практически. И как раз в тот момент, вот вы высылали деньги, мне нужно было оплачивать коммунальные услуги. Мне нужно было оплачивать свое здоровье. Но что оставалось, я тратила на подарки. Я, между прочим, приезжала, всегда привозила торты. У меня начали уши вянут от этого лепета. Взрослая женщина говорит такую чипу. Я вам все-таки, ваше честь, покажу, что это за потрясающие подарки. Вот это какая-то коронка. Добрые люди отдают, лишь бы себе не иметь. Они обуза. Ну и что? А девочки любят это? Какая-то, совсем не имеющая ни к этому гарнитуру, ни к набору. Какая-то сумочка, непонятно что. Пять карандашей каких-то для чего-то. И пистолетик. А самое главное, еще и сабли боевые чипаются. К чему это? Я не пойму ребенку. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Выход у меня оказался один. Обратиться в суд. Нет, простите, естественно, есть еще один выход. Попробовать не пить. Вы не рассматривали такой вариант? К Владимиру Пальцеву является призрак отца. После появления гостя молодой крепкий мужчина превратился в нервного и больного. Его жизнь и здоровье под угрозой. Но как заставить скептиков поверить в происходящее? Я не знаю, может быть они и хорошие люди, может быть и хорошо там. Но у нас, естественно, и я все-таки не бедная женщина. Детдомовской Насте очень повезло. Ее собираются удочерить хорошие люди и увезти в Америку. Но что же делать бабушке, у которой никого нет, кроме внучки? К тому же по законодательству она имеет право на общение с ребенком. Оставайтесь с нами. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ответчика и рассмотрев представленные доказательства, заявленные исковые требования считает необходимым удовлетворить частично и выносит решение о взыскании соответчицы на содержание истицы алименты в твердой денежной сумме, установив их в однократном размере минимальной оплаты труда ежемесячно. Суд частично удовлетворил иск и взыскивает с дочери алименты на содержание ее нетрудоспособной матери, потому что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. Суд установил факт ненадлежащего выполнения своих родительских обязанностей матерю по отношению к дочери. Суд при таких обстоятельствах имеет право, но не обязан освобождать детей от содержания своих родителей. Но в данной конкретной ситуации суд, учитывая установленный факт ненадлежащего выполнения матерю своих родительских обязанностей, но учитывая материальные положения дочери, а также состояние здоровья матери, не освобождает дочь полностью от уплаты алиментов и устанавливает их в незначительной сумме, а именно в однократном размере минимальной оплаты труда ежемесячно. В соответствии с правилами части 3 статьи 87 и частью 2 статьи 117 Семейного кодекса Российской Федерации. Справка для ИСАИ-ответчика, что в настоящее время минимальный размер заработной платы на территории Российской Федерации установлен 4 330 рублей. ИСАИ-ответчик согласил свое решение благодарить свидетелей за участие в данном судебном заседании. Дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. В итоге я буду получать около 8 тысяч. И интересно, как я смогу прожить я на эти 8 тысяч. К сожалению, моя мама всю жизнь любила только себя. И сейчас продолжает любить только себя. Сейчас она просто хочет пересесть плавно с дедушкиных шеи на мою шею. Умеете ли вы грамотно излагать свои исковые требования? Это только вам понятное вычисление, я не поняла. То есть вы сложили... Да, я сложил, что я на 10 тысяч побил, и мой иск на 15 тысяч. От 15 отнимаем 10. 5 тысяч она мне должна. 10 тысяч я ей прощаю за счет того, что я причиню ее. А значит, личные исковые требования, они у вас составляют 5 тысяч рублей? 15. 15 тысяч. 15 тысяч. Знаете ли вы, как нужно защищать свою позицию? Подождите, хрустальная ваза, ее судьба, давайте начнем с самого начала. Хрустальная ваза разбилась. Нет, я понимаю, что разбилась. Это ответчик не отрицает. Просто вы говорите, что ответчик пришел и ее разбил. Ответчик утверждает, что вы кинули в него вазу. Вы знаете, там такая бомбежка была, что кто что-то кидал, я уже не помню на самом деле. А, ты уже не помнишь, кто что-то кидал. Почему в суде нужно контролировать свои эмоции? Ты мне предлагала вот эту вот хрень. Ответчик, ответчик. Простите, я наружу. Ой, это специально. Ой, простите, нечаянно. Вот. Судья Елена Дмитриева поможет найти выход из трудного положения. Смотрите «Дела семейные». А теперь вернемся в зал суда. Истец Владимир Пальцев предъявляет иск о принудительном обмене двухкомнатной квартиры, поскольку считает, что им с мамой угрожает опасность. Ответчик Светлана Пальцева против иска возражает. Мы живем хорошо и не ссоримся, и не вижу смысла, чтобы разъехаться. Но я нашел отлично обмен в точно такую же двухкомнатную квартиру. Мама категорически отказывается. Вот. Ну, дело в том, что я человек здоровый, адекватный, но в последнее время стали происходить необъяснимые вещи. Как бы вам это сказать, происходят аномальные явления. Дело в том, что у нас пять месяцев назад умер отец. И в последнее время он стал ко мне приходить во сне. Последний раз это произошло настолько явно, что как наяву. Он возник передо мной с закрытыми глазами и сказал, идиот. Мы накануне его смерти поссорились, и он ушел из жизни обиженным. После этого я стал находиться, просто перестал спать, находиться постоянно в состоянии стресса. И однажды, да и вообще стали пропадать вещи. Я стал постоянно ощущать его присутствие. И после этого еще и однажды я вошел в ванну, увидел двигающийся тазик с таким звуком. Причем я слышал именно «сын, сын». Я в ужасе убежал из квартиры, бродил всю ночь, не мог назад вернуться. И с этого момента я понял, что это все добро мне закончится, нужно действовать. Я вооружился фотоаппаратом и понял, что он придет ко мне еще раз, чтобы его сфотографировать. Я об этом говорил маме неоднократно. Говорил, что давай меняться, но она никак на это не реагировала. Я безуспешно пытался до нее достучаться. И вот однажды, когда я вошел, я увидел, что он вышел ко мне. Я успел его сфотографировать, но и в ужасе снова убежал. С этого момента я понял, что надо менять квартиру. Истец, простите, пожалуйста. То есть ваши исковые требования, они касаются обмена одной квартиры на другую. Да, верно. То есть вы не заявляете исковые требования о размене. Да, верно. А именно об обмене одной квартиры на другую. Да, я хочу переехать вместе с мамой, но она это все игнорирует. Так, скажите, пожалуйста, квартира вами занимается по договору социального найма? Да, мы, вот тут все документы у меня присутствуют, а также есть бумага о вариантах обмена, равноценной. Она находится в этом же подъезде, такой же планировки, и соседка, я уже договорился, но она слышать не хочет. Поэтому мне... Мне, пожалуйста, копию финансово-лицевого счета и выписку из домовой книги через судебного пристава передайте, пожалуйста. Пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Ваша честь, посмотри на него, пожалуйста, какой призрак отца. Он сам похож на призрак. Это у него белая горячка. После смерти моего мужа еще полгода не прошло. Он до этого-то раньше любил выпить. А это пьет каждый божий день. Конечно, ему что может казаться? Мама, ну что ты говоришь? Не мешай мне, не перебивай, когда я говорю. Разные аномальные явления ему являются. Какие аномальные явления? То вещи пропадают, да. Вещи пропадают, но если я вам сейчас покажу, какие вещи. Это его бутылки, вот они. Столичные и разные бутылки. Я от него сказала их прятать. Потом он начал говорить какие-то ему то не то, то это не то. И все, ему как-то тазики двигаются. Все, какие-то ему привидения снятся. Ваша честь, у меня есть доказательства. А потом однажды, вот сейчас расскажу случай. Однажды я делаю влажную уборку у себя. В квартире я думаю, уберу, пока моего горя сына дома нет. Наклонилась, как обычно, по-домашнему в ритузах. Уже стала домывать. Осталась прихожая чуть-чуть. И тут резко вырубили свет. Открывается дверь. Ну я не так думаю домой, а потом уже поговорю. Это явился мой горе сыночек. С фотоаппаратом. Видимо, я не знаю, что у него было, но явился. Он до этого говорил, что у него фотоаппарат. Он любил с ним часто гулять. И слышал разговор. Папа, это ты? Это я так разозлилась. Думаю, домой. Идиот, говорю ему. Слышу щелчок сзади. Я пока домой развернулась, моего сына и след простыл. Оказывается, он меня сфотографировал и убежал. И где-то его не было долго. Потом начинает мне звонить. Мама, мы должны меняться. Мы срочно должны поменяться. Мы с квартирой должны с этой уйти, съехать на первый этаж. Но извините, я с квартиры никуда не уйду. Я только сделала генеральный ремонт. Только уборку сделала. Мне квартира другая не нужна. Если уж ему нравится, пусть идет куда хочет. Но я из своей квартиры не уйду. Мама, ну вот есть фотографии. Какие фотографии? Вот я отца сфотографировал. Дело в том, что фотоспышка не сработала. Но так все видно. Вы покажи суду. Нет, вы простите. Я это смотреть не буду через судебного пристава. Пожалуйста, посмотрите, что это фотографии. И сравните. Нет, мне не надо их показывать. Вы посмотрите, пожалуйста. И дайте пояснение. Да вы знаете, да какая это фотография. Вы знаете, что он сделал. Это фотография. Ты говоришь, что он похож на отца. Извините, где здесь глаза? Где глаза у этой фотографии? Я же сказал, что его глаза были закрыты. Как у Вия. А нос. Подождите, подождите. Ответчик, вы же утверждали, что тот случай, на который ссылается, естественно, когда, как он считает, сфотографировал своего покойного отца, вы ему в это время мыли пол. Да, я мыла пол, но у нас свет резко погас свет. Свет выключил. Где-то с проводкой что-то получилась, света не было. Я домывала пол, уже было темно. Когда он зашел, и он сфотографировал, извините, он не отца сфотографировал, он сфотографировал мою пятую точку, извините за выражение. И ему показалось, что это отец. И выбежал. Мама, какая пятая точка? Очнись. Здесь нос, здесь рота. Ты совсем забыла отца после смерти. Да это у тебя после пчанки, а? После пчанки, а? Ты что, забыл, как человеческое лицо выглядит, а? Истец, скажите, пожалуйста, вы страдаете алкоголизмом? Ну, после смерти отца, я готов признаться, я стал, ну, сорвался, стал немного злоупотреблять. А у вас просто алкоголизм или хроническая форма алкоголизма? Скажите, пожалуйста. Просто хроническая дошла? Я считаю, что хроническая не дошла. Но так как я сын, я должен сам решать эту ситуацию. И пытался все это время достучаться до матери, но выход у меня оказался один, а обратиться в суд. Нет, простите, истец, есть еще один выход, попробовать не пить. Вы не рассматривали такой вариант? Ну, наверное, с этого стоит начать. Так, суду понятна позиция. Можно я еще добавлю? Да, пожалуйста. Извините, Ваша честь, ему не квартиру надо менять, ему лечиться надо. А я ничего с этим сделать не могу. Вы принудительно нас заставляли, чтобы он же улечился. Я с квартиры никуда не уйду, я еще раз повторяю. Мам, сколько можно, я нашел отличный обмен. Такая же квартира. Я никуда не уйду из квартиры. Истец и ответчик. Суд удаляет свое принятие решения. Далее в программе. Я не знаю, может быть, они и хорошие люди, может быть, и хорошо там. Но у нас, и я все-таки не бедная женщина. По семейному кодексу, бабушки, дедушки и другие родственники имеют право на общение с ребенком, и никто не может их этого права лишить. А что делать, если ребенка усыновляют и навсегда увозят жить в Америку? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, в иске о принудительном обмене одного жилого помещения на другое считает необходимым отказать. Суд отказывает в удовлетворении заявленного требования, потому что принудительный обмен одного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, на другое, также занимаемого по договору социального найма, возможен только с письменного согласия наймодателя, то есть жилищного органа, и получение согласия всех совместно проживающих с нанимателем, членов его семьи, в том числе и временно отсутствующих, в соответствии с правилами части 1 статьи 72 ЖК РФ. В данном случае ответчик, как член семьи, согласия на данный обмен не даёт, и поэтому понудить её к данному обмену суд не может. Кроме того, истцом в материалы дела не представлены письменные согласия соответствующего жилищного органа. Это понятно, истец? Истец и ответчик суд огласил своё решение, дело закрыто. Мой иск в суд был отчаянной попыткой досучаться до матери, но она, к сожалению, меня так и не услышала. Я думаю, наконец-то до моего горя-сыночка дойдут слова судьи, и он пойдёт лечиться от алкоголизма, и мы с ним заживём в мире согласия. Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они были одинаково подчинены законам. Отдельно ещё раз, ещё раз суд вам специально разъясняет. Ответчик вам специально. Если вы обратились в суд, учитесь грамотно защищать свою позицию. Но мне неинтересно, что пели, какие песни пели. Мы с вами делим квартиры и машины. Делим квартиры, машины, деньги и не только. А также семь кур, десять уток и одного маленького поросёнка. Здесь разделят всё по справедливости. А теперь вернёмся в зал суда. Заявители Джон и Джулия Тейлор предъявляют иск об удочерении ребёнка. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, не возражает против того, чтобы заявление было удовлетворено. У нас представители прокуратуры присутствуют в зале. Благодарю вас присаживайтесь, пожалуйста. Истец, скажите, пожалуйста, достаточно ли вы владеете русским языком, для того, чтобы понимать судопроизводство, производимое на русском языке, и не требуются ли вам услуги переводчика? Да, мы владеем русским языком. Да, понимаем. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Мы хотим удочерить девочку. Ей два года, её зовут Настя. Её мать оставила её в роддоме. И мы последние полгода навещали её каждый уикенд. И мы покупали для неё одежду и игрушки. И эта девочка, она называет нас папой и мамой. И мы её считаем своей дочерью. Мы граждане Соединённых Штатов Америки. У нас есть свой дом в Холливуде, Лос-Анджелес. И мы состоятельные люди. У нас свой бизнес, строительный бизнес. И у нас есть двое своих детей, 13 лет и 15 лет. И они имеют хорошее образование. Они учатся в хорошей школе. И также они посещают школу танцев и школу музыки. И мы хотим забрать Настю в Америку. И если мы будем иметь возможность это сделать, то Настя также получит хорошее образование. И она будет иметь там хорошую состоятельную жизнь. Мы получили разрешение от ОПК удочерить Настю. Но проблема в том, что у нас есть бабушка, которая не хочет, чтобы девочку увозили из России. Понятно. Скажите, пожалуйста, истец, у вас есть заключение вашей службы социальной защиты, социального обеспечения на то, что они рассмотрели такую возможность, как удочерение ребёнка с другой стороны. И ваша служба социальной защиты находит, что у вас есть достаточный материальный уровень для того, чтобы удочерить ребёнка. Да, есть. Мне документы передайте, пожалуйста, через судебного пристава. Если я вас правильно поняла, то органы опеки и попечительства не возражают против проведения удочерения. Но препятствием стала бабушка, которая возражает против того, чтобы ребёнок был вывезен с территории Российской Федерации. Я правильно вас поняла? Пожалуйста, органы опеки. Ваша честь, да, действительно, органы опеки и попечительства поддерживают решение об удочерении Насти, потому что всегда радуемся, когда ребёнок может обрести семью в благополучной такой среде и с любовью новых своих приёмных родителей. К сожалению, вот эта наша радость в данном случае, она омрачается обстоятельствами следующего порядка. Дело в том, что Настя не с младенчества была в детском доме. Бабушка была её опекуном. У Насти есть бабушка. И после того, как мать оставила ребёнка, она забрала девочку. Мы назначили её опекуном, смотрели за развитием ситуации. Бабушка замечательно справлялась. Потому что и материальные у неё есть средства, были и условия хорошие для проживания. Бабушка работает. Вот. К сожалению, случилось несчастье. У бабушки гипертония, случился гипертонический криз. Она упала, и её состояние физическое ещё было отягощено серьёзным заболеванием, связанным с позвоночником. Паралич. Попала на полгода в больницу. В сложившейся ситуации мы должны были аннулировать опекунство бабушки и девочку определить в воспитательном учреждении. Когда бабушка оправилась, она только вот стала ходить, сразу же обратилась к нам с вопросом о восстановлении опекунства над внучкой. Мы стали разбираться и выяснили, что заболевание и те возможные последствия, которые оно будет провоцировать, именно параличи, которые случаются в таких вот в данном случае где-то раз в полгода, рискованно бабушку определять опекуном. Поэтому мы её как бы успокоили и сказали, что право на внучку вы не лишаете, в том плане, что своё право общаться, помогать ей, принимать участие в воспитании. Девочка будет всё-таки в детском доме, а там посмотрим. Инвалидность второй группы, к сожалению, по формальным основаниям отказали. И тут вот это дело с удочерением со стороны... Простите, а что желающих граждан Российской Федерации... Ваша честь, я хотела сказать, к сожалению, за 6 месяцев, что девочка находилась в банке, в Федеральном банке данных об усыновлении, да, никто из российских семей не соизволил. В общем, не заинтересовался судьбой девочки и не захотел... А причины, скажите мне, пожалуйста, ребёнок страдает каким-нибудь физическим заболеванием? Нет, девочка здоровая, вполне. То есть это вполне действительно милый, хороший ребёнок. Ну вот так ситуация сложилась, что как бы бабушка, вот, я не знаю, может быть, бабушка как-то там говорила, убеждала, что будет опекуном, чтобы девочку не отдавали. Ну не было запроса на девочку за вот эти полгода. И вот до случая, когда уже американские граждане настояли, они приходили в органы опеки, они сказали, что вот ребёнка знают уже давно, что полгода минимум, что уже так привязались к ней, что хотели бы видеть её своей дочерью и обеспечить ей необходимые условия. И вот вы понимаете, вот в такой ситуации мы казались, что бабушке её запрос на восстановление опекунства, мы как бы отказываем. Но, Ваша честь, представляете, что это фактически значит? Ребёнок там, за рубежом, всё, она растёт в другой среде, и образ бабушки без поддержки, без контакта тесного, он размыт будет, он вообще исчезнет. Бабушка не может выезжать по здоровью. И получается, что мы имеем? Ведь органы опеки как? Они же не только обязаны блюсти интересы ребёнка, но они также должны опекать вот таких вот одиноких, больных, пожилых людей. И что у нас? Остаётся бабушка с её материальными благами, с её неразделённой любовью, с нереализованным правом на общение. И получаем мы вот такую бабушку с разбитым сердцем, никому не нужную. Так, вы свидетели просили с вашей стороны? Да, ваша честь. И вот как раз с бабушкой хотела, чтобы вы выслушали бабушку, вот я не знаю, чтобы всё-таки посмотрели эту ситуацию. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Здравствуйте. Ваша честь. Я являюсь... Олегтина Петровна, да, это вот бабушка. Я являюсь бабушкой внучки Настеньки. Ну, вы понимаете, ну, случилось такое со мной. Несчастье получилось. Ну, я лежала в больнице долго, а сейчас такие врачи у нас, такое лекарство. Уколы сделали мне. Я немного вот походила так вот с колясочкой, а теперь хорошо хожу. И если я буду под наблюдением врачей и делать уколы вовремя, я смогу быть со своей внучкой. Вы понимаете, ну, как это так? В Америку отдать. А у меня у самой тут есть, у меня в Москве трёхкомнатная квартира, у меня дача в Подмосковье и небольшое сбережение есть. Вот я всё принесла, и у меня даже есть уже завещание на внучку эту. Я могу вам вот дать то, что действительно у меня есть, а в Америку я не хочу отдавать. Ну, как это так, российские дети, приживой-то бабушке, да у меня ещё есть и племянница. Но племянница не может опекуном быть, у неё свои дети. Но помогать у нас всегда. Мы все друг дружке помогаем. Нет, не поняла. Вот как раз племянница-то и может быть опекуном. Племянница моя не может быть опекуном. У неё своих детей полно. Перестаньте. Оформили бы опекунство, вы занимались бы воспитанием. Ну вот мы обращались, племянница не обращалась в органы опеки, просто вот этот вопрос мы не рассмотрели. Но дело в том, что племянница, она может, она рядышком со мной живёт, она может приходить ко мне и приходит, и всегда поможет во всём мне. Но внучку я никак не отдам. В Америку я внучку не отдам. Ну как это так? Ну как? Ну потому что то, что вы мне говорите, не является основанием для отказа в иске. Понимаете, в чём дело? Ваши согласия не требуют по закону приводочерения. Ваша честь, поймите, ну кто ещё кровинушку? Ну вот чужие люди, они и есть чужие люди. А мы-то родная кровь. Родная кровь. И российская девочка. И она забудет там всё. Вот я не знаю, может быть они и хорошие люди, может быть и хорошо там. Но у нас, и я всё-таки не бедная женщина. Да вы всё время говорите, вы понимаете, какая вещь. Вот вы меня уговариваете, и у меня нет основания вам не верить, кроме одного. Что фактически мы рассматриваем спор, и мы должны сходить с вами из следующего, что в настоящее время ребёнок находится в воспитательном учреждении. Простите, моя жена говорит, что если Олевчина Петровна хочет, она могла бы жить с нами. Воложку забрать хотите, что ли? Да, да. Воложья Петровна, вы же хотят с внучкой забрать в Америку. Вы живёте как бог там, понимаете? Простите, пожалуйста, простите, пожалуйста. Она говорит, что она могла бы хорошо жить с нами. Так, с вами-то с вами. Ну, это же Америка. Не обманете? Сwear. Он говорит, что к нам. Ну, вообще-то я, ну, никак не хочу, ну, никак не хочу. Ну, если уж закона нет такого. А органы опеки будут следить? И не только наши, но и американские. А как, обязательно, конечно. Вы думаете, что, так отдали на удочерение, никто не контролирует, что ли, обязательно? Да знаете, по телевизору жилыми людьми будут? А? Бабушка будет там, будут? О ней тоже заботятся. О органопеке там, о интересах пожилых людей тоже думают? О негражданах нет. Не имеющих вида на жительство нет. То есть могут, конечно, но не обязаны. Если у них будут средства на меня, да? У нас есть средства. Так. We have a lot of money. У нас там есть хорошие средства. А теперь вернемся в зал суда и узнаем решение судьей. Суд оглашает решение, принятое по делу. В порядке особого производства, рассмотрев заявленные требования СЦОВ, заслушав представителей органов опеки и попечительства, просив свидетелей со стороны органов опеки и попечительства, проведя процесс с обязательным участием прокурора, суд считает необходимым заявленное требование удовлетворить и признает ребенка усыновленным заявителями. Суд удовлетворяет просьбу об усыновлении ребенка, потому что суд пришел к выводу, что это соответствует интересам ребенка. В данном случае не нашлось. Желающих из граждан Российской Федерации уточили девочку в течение шести месяцев, после того, как данные были переданы в Федеральный банк, данных о детях, оставшемся без попечения родителей. Представленные суду документы подтверждают, что заявители имеют работу и стабильный заработок, обеспечены жилой площадью. Все эти обстоятельства позволяют заявителям обеспечить ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие, поэтому суд удовлетворяет заявленные вами требования. Со своей стороны суд считает необходимым выделить в отдельные материалы по делу и передать их органам опеки и попечительства в качестве приобщения к материалам дела об удочерении девочки в виде заверенного протокола заседания суда. В этом случае вы имеете право обратиться в соответствующие органы социальной защиты, расположенные на территории Соединенных Штатов Америки. Только вам необходимо будет их перевести на английский язык и заверить соответствующим образом правильность перевода у нотариуса. Переправить их в Соединенные Штаты Америки, в органы социальной защиты, для информирования их о тех обязательствах, которые, в данном случае, заявители взяли на себя в ходе судебного разбирательства. Это всё, что я могу сделать. Всё. Вот это всё, что я могу сделать на сегодняшний день. Ну, попробуем, конечно, вопросы решить. Да, и взять этот вопрос под контроль. Конечно, короче, пожалуйста. Взять этот вопрос под контроль. Да мне больше мою внучечку одну. Ну, разве так можно? Потому что мне кажется, что, конечно, можно было рассмотреть вариант с племянницей. Ну, вот так получилось, как получилось. Я вас поздравляю. Я очень надеюсь на то, что те обещания, которые были вами даны, они не были вообще даны. Они были даны в ходе судебного заседания. Кроме того, протокол этого судебного заседания со всеми вашими показаниями, объяснениями по делу будет переправлен в соответствующую вашу организацию, которая будет осуществлять контроль за правильностью исполнения вами обязанностей приёмных родителей. Понятно заявить? Да, понятно. Суд огласил своё решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Мы выполним своё обещание, и мы обязательно возьмём бабушку в Америку. Впервые в истории опеки усыновили не только ребёнка, но и бабушку. И я очень этому рада. И я рада, что я не расстаюсь с внучечкой своей. Я еду в Америку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова